Приветик всем! Я хотел сделать это видео давно. Это в дополнение моих видео про еду и химию в США. Пожив в России, в принципе, я примерно и думал, что так будет. Я обнаружил, ну не обнаружил, я опять же так и думал, что будет. Мне я стал получать удовольствие от вещей. Причем я стал получать удовольствие от абсолютно простых вещей. Никаких мне ни Феррари, ни особняк. Мне достают здесь удовольствие сидеть в скверике, как бабушка или дедушка. И просто смотреть, гулять, ездить на электричке, ездить на метро, кушать черный хлеб. В США я жил за 25 лет, которые я там жил, мне ничего там не доставляло удовольствия. Я это говорю абсолютно честно. Что там я не делал, чувство какого-то вот... Причем чувство удовольствия, оно, знаете, в животе. И сейчас мы перейдем на тему этого. В США, добавляя химия, которая там добавлена во все, она нацелена на убирание химических веществ, которые отвечают за чувство счастья внутри организма человека. Во-первых, поговорим о том, возможно ли это научно или нет. Ответ, конечно. Потому что мы можем посмотреть на антидепрессанты, которые работают в обратном направлении. Эти антидепрессанты делают человека более счастливым. Там обрабатывают... По-моему, два... Опять же, я не ученый, так как, естественно, я хорошее образование не получил в этой Америке. Но два элемента, которые... Одни из основных элементов, отвечающие за счастье в организме, это эндорфин и серотонин. Так вот, антидепрессанты воздействуют на восприятие двух этих химикатов, и человеку становится лучше. Также на эти химикаты воздействуют некоторые наркотики, такие как экстази, например. Они тоже, образно говоря, делают человека искусственно счастливым. Так вот, если в природе есть лекарства, которые усиляют эти химикаты, естественно, есть и химикаты или лекарства, которые ослабляют это. То есть, к примеру, там химия каким-то образом, ну не каким-то им известным образом, убирает из системы человека вот эти химикаты. И человек становится несчастным. И, естественно, человек не может объяснить, почему. Человек начинает метаться в поисках счастья. И что в Америке происходит? Моментально на тарелочке тебе преподносятся, как быть счастливым. Причем... Это немножко напоминает фразу на Освенциме Арбайт Махфрей, да? Работай, чтобы быть свободным. В Америке говорят, работай, чтобы быть счастливым. Или делай что-то, чтобы быть счастливым, предварительно же химически отобрав у тебя это счастье. Тебе предлагается поиметь высокий статус, чтобы быть счастливым. Причем, если вы думаете, что это чувство несчастья, оно какое-то там поверхностное, с которым можно жить, вы жестоко ошибаетесь. Вы себе не представляете серьезность этой ситуации. Человеку нужно быть определенно довольным и счастливым в жизни. И когда у тебя это отбирают, это паническое абсолютно состояние болезни. Тебе предлагается пойти купить вещи. Тебе предлагается пойти в школу. Тебе предлагается стать врачом или адвокатом. Тебе предлагается то, сё. Много разных способов. Тебе, кстати, предлагается лечиться, подсесть на антидепрессанты, за которые ты будешь платить. Тебе предлагается сесть на наркотики, потому что, например, чтобы людей подсадить на наркотики, требуется глубокое чувство неудовлетворения и несчастья. И оно там присутствует. Это вообще потрясающая вещь, которая, мне кажется, не имеет иного объяснения, чем того, которое я вам сейчас говорю. Да. Как бы я ещё описал то, вот это чувство какого-то несчастья. Оно не чувство того, что вот несчастье, знаете, когда что-то плохое произошло. Это чувство вот несчастья, оно присутствует постоянно, даже когда вроде ничего плохого не происходит или не произошло. Ты не чувствуешь чувство удовлетворения ни от чего. Ты можешь поехать в Лас-Вегас, ты можешь поесть в самом дорогом ресторане, ты можешь купить себе Феррари. Во-первых, ничего не хочется. Как сказал один умный человек, дело не в удовлетворении наших желаний, а дело в том, что они ещё есть. Так вот, в Америке у меня абсолютно отбило желание чего-либо вообще иметь где-либо. Мне не хотелось там ничего. Ни дома, ни в машине, не было удовольствия, куда не пойдёшь, какое-то вот чувство несчастья, которое начинается с живота. Серотонин и эндорфин чуть ли не на 90% обитают и производятся в животе. То есть, живот – это ключ к счастью человека, ключ к химическому счастью. Человек, который плохо питается, не может быть счастливым. Для того, чтобы быть счастливым, нужно хорошо питаться и нужно сохранять вот эту химическую, химию счастья в животе, через живот это всё идёт. Вот. И там у меня постоянно было чувство несчастья, начинающееся с живота. Живот у меня всё время чувствовал проблем на себя, как-то вот не очень вот в этой части организма. Было чувство того, что что-то не то. И, конечно, вы можете сказать, почему ты это всё раньше не понял, но это же дикость, понимаете? Даже я в голову не мог взять, и мне не приходило, что химия или еда, которую я ем, могла отвечать. Я, естественно, как и все в Америке, начал думать, что я просто депрессивный человек, у меня проблемы с депрессией. Понимаете? У меня свои собственные проблемы, что у всех всё вокруг вроде хорошо, все улыбаются, столько у меня проблемы, только я несчастный, и я начинаю винить себя, как и все там. Не знаю, каким образом, слава богу, я додумывался, что это не так. Ситуация была критическая у меня. Я там много-много раз думал о том, чтобы серьёзно наложить руки на себя. Один раз я даже стоял там на каком-то гараже пятиэтажном, недалеко от того места, где мои родители живут, и думал просто прыгать оттуда. Было ещё много разных способов. О которых я думал. Всё время я чувствую себя подавленным, всё время я чувствую себя плохо, депрессивно. И вот это чувство, вот если вы посмотрите на то, что сейчас происходит в Америке, перестрелки, насилие, тюрьмы, это имеет род начинание с того, что люди глубоко несчастные. Потому что если у человека всё хорошо, если человек счастливый, он не будет никого стрелять, он не будет никого бить, он не будет никого сажать за ненадобностью. Я говорю за ненадобностью, потому что там это пересекло все нормальные диапазоны. Человеку хорошо, он будет более-менее добрый, а вот когда человеку плохо, вот именно тогда и получается то, что там получается. Вот. Конечно, вся эта вещь была усугублена тем фактом, что я был в Лос-Анджелесе и Калифорнии, потому что там просто ещё, к тому же, и плохая вода. Но я жил в разных частях Америки, я жил в Бостоне года полтора, и у меня и в Бостоне не было чувства счастья. Поверьте мне, если бы у меня было чувство счастья, я бы до сих пор там был. А я приехал из Бостона назад. Единственное, я могу сказать, что я когда жил в Мичигане, там было из всех трёх мест лучше всего, потому что это место было ближе всего к Канаде. То есть, видимо, вся эта химия, она немножко зависит от даже места в США. Ну и если посмотреть, в Канаде же всё-таки так не стреляют, как в Америке. Видимо, там уже, если вы прогуглите там вода или качество воды, там много всяких теорий уже говорят о том, что в воду что-то добавляет, вода плохая. Я склонен думать, что в этом есть какой-то смысл, что, может быть, вода – это носитель этого всего, потому что это, может быть, объяснит разницу географически. Но, естественно, многое из этого и в еде. И я помню, когда я в Канаде разговариваю с людьми, мне многие сказали, что в Канаде тоже сидят на антидепрессантах полстраны. То есть, в Канаде тоже ситуация плохая, просто может быть не такая плохая, как в Америке. А в России, когда я приехал, у меня нет чувства депрессивности здесь. То есть, оказывается, что я вообще-то не депрессивный человек, оказывается, что я был в Америке депрессивный. А здесь я нормальный. У меня нет чувства депрессивности, у меня нет чувства грусти, у меня нет чувства какого-то самоуничтожения здесь. У меня поменялась химия в организме, у меня поменялась еда, которую я ем, у меня прошли боли в животе. Естественно, все это начинается с людей, потому что, понимаете, вся эта химия, американская еда, она не с Марса привезенная. Это они сами ее изготавливают. Поэтому нельзя сказать, что они какие-то невинные жертвы этого всего. Они сами себе все это делают. Ну, в общем, вот такое сумбурное видео получилось. Увидимся в следующем видео. Пока.